Добрый день, дорогие друзья! Сегодня основной информационный поток, это порядка 60% того, что вокруг, о чем говорят и что смотрят, это, естественно, эпидемия коронавируса. Мы тоже не остались в стороне от данной проблемы и решили рассказать о еще одном способе, как защититься от коронавируса. Дело в том, что столкнулись с такой ситуацией, что марлевых пивазок просто-напросто ни в магазине, нигде их невозможно достать. И реально с этим проблема, потому что обычному человеку очень сложно это все приобрести, надо где-то заказывать. То есть мы заказали, к примеру, в понедельник в интернет-магазине, перезвонили им в среду, сказали, очень много заказов, мы отправим вам завтра. То есть сегодня уже суббота, обратной связи нет. Ну, естественно, в аптеках этого тоже нет. Вот, поэтому столкнувшись с такой ситуацией, решили попробовать рассказать о еще одном материале, который может спокойно заменить марлевые повязки. Это непосредственно спанбонд. Спанбонд или агроволокно, то есть всем аграриям оно знакомо. Это нетканный материал, который делается из волокнообразующих полимеров. В обычном обиходе он встречается редко. В принципе, из него делают халаты, недорогие одноразовые халаты. А в сельском хозяйстве оно очень широко распространено. И поэтому, как замена марли, это отличный вариант. Мало того, скажу по секрету, столкнувшись с агроволокном, сейчас все производственные мощности, которые выпускают агроволокно, они перешли на медицинский спанбонд. Это то же самое, просто выше, так сказать, частота качества. И в пик, когда используется агроволокно или спанбонд в сельском хозяйстве, его найти практически очень сложно. Потому что мы заказываем напрямую с завода, и завод сказал, что изготовление сельскохозяйственного спанбонда переносится на 15 мая. То есть 15 мая, естественно, агроволокно или спанбонд уже для сельского хозяйства практически не нужно. То есть оно и нужно именно сейчас. Поэтому этот материал пока еще есть в продаже, и в принципе он отлично подходит для замены марли. Он имеет свою пористость, из него можно спокойно делать марлевые повязки. При этом, я бы сказал, по своим качествам он даже лучше. А вопрос, если брать токсичность или что-то подобное, то есть он абсолютно нейтрален. Это можно посмотреть в любом справочнике, как в медицинском, так и в техническом. Спанбонд бывает разной плотностью. Для изготовления масок самое чаще используются 17-е, 19-е, 23-е, ну и режет 30-е. Плотность агроволокно. То есть агроволокно или спанбонд, оно разделяется по плотности, то есть по весу метра квадратного в граммах. То есть есть 1 метр квадратный весит 17 грамм, 23-30, ну и так далее. Вот, поэтому спанбонд отлично подходит для создания масок. И мало того, он очень хорошо держит влагу. То есть если мы возьмем сейчас маленький эксперимент, делаем. Так, мне поможет Александр, он всегда со мной присутствует во всех роликах. Просто он находится за кадром, сейчас он выйдет из кадра. Держи. То есть, держи вот так. Вот если мы льем воду, он эту воду не пропускает. То есть вода находится здесь, и она не проникает. Отверстия, которые идут в спанбонде, очень маленькие. Это где-то 250 микрон. И влага туда практически не проходит. То есть, если мы делаем повязку, воздух спокойно проходит, а вот мокрота будет вся задерживаться. Поэтому спанбонд отличный вариант для того, чтобы сделать маски. И в случае, если их не хватает, в принципе, спанбонд пока что есть в продажах. И мало того, цена на него, ну, грубо говоря, квадратный метр стоит 17 грамм плотностью. Это порядка там 3 гривен квадратный метр. То есть, с квадратного метра можно сделать как минимум 10, а то и 20 масок. И они будут стоить там копейки. Поэтому самый дешевый вариант изготовления масок, это именно из спанбонда. Это первое. И в принципе, это пока что это доступный материал, с которого можно делать именно данные повязки. Поэтому данный способ изготовления масок защитных можете брать спокойно на выражение, использовать. И берегите себя и будьте здоровы. Живите в гармонии с природой и в ритме прогресса. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok